Всем привет! Продолжаем рассматривать работу художников и скульпторов. Неизвестный мастер Святой Фердинанд. 1730-1760 годы. Дерево, гипс, золото, раскраска. Высота 193. Святой Фердинанд. Испанский король 13 столетия. Мудрый правитель, достигший больших успехов в освобождении Испании, португален, арабских завоевателей. Подобного вида полихромная деревянная скульптура появилась в средние века. Свой расцвет она пережила в Германии в 14 столетии. Тогда раскраска из вояния не была столь изощренной. Для художников являлось главным образом обозначить основные цвета, а не добиться с ее помощью натуроподобия. Однако для эпохи барокко и дальнейшего развития этого вида искусства в Латинской Америке оказалось важно сделать поверхность живой. Творец, создавая эту скульптуру, использовал множество различных техник. Сначала на дерево накладывался слой гипса, смешанный с красным пигментом. Затем на данную основу наносилось сусальное золото. Часть этой золотой поверхности закрашивалась. После высыхания краска процарапывалась в некоторых местах. И так получался очень тонкий узор. Для правдоподобия раскраски лица и рук мастер использовал другую технику. Дерево покрывается гипсом, затем краской, после наносится лак с песком, что придает вид человеческой кожи. Ну вот такое описание к работе неизвестного мастера Святой Фердинанд. 1730-1760 годы. Дерево гипс, золото, раскраска. Я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok